Дорожный ремонт – одно из самых долгожданных событий в году у автомобилистов, поскольку в городе есть участки, проезжать которые водителям нужно с особой осторожностью. Местами ничего, местами очень даже плохо. Ну, я думаю, что летом это все закончится с проведением ямочного ремонта, как обычно у нас это делается. А зимой это опять все вернется в прежнее состояние. Ну, должна сказать, что некоторые участки улучшились в последние года два. То есть, что там, Музрукова отремонтировали, Садовую отремонтировали, насколько я знаю. Улицу Димитрова надо ремонтировать, Садовую надо ремонтировать. Ну, а в целом, сейчас ямочный ремонт идет неплохо. Стараются власти, предпринимают усилия, чтобы мы, водители, ездили в комфорте. Димитрова ужасная. Ну, в общем, даже те, которые из года в год выдавались как образец всей по улице Ленина, и та уже, честно говоря, деградировала до такой степени, что стыдно за лицо города. Вы знаете, вот самый плохой участок, мне не нравится, когда мы едем по дороге вдоль Саровки. Как она дорога, не помню, называется. Там очень много выбор, и особенно, когда выезжаешь на коксовую дорогу. В общем, машина-то и все так. Летом в Сарове планируют отремонтировать до 48 тысяч квадратных метров дорог. К концу года в порядок приведут покрытие на проспекте Ленина, улицах Железнодорожной, Садовой, а также на Зернова, от улицы Маяковского в сторону школы номер 17. Отремонтируют и автодорогу от поворотов поселка Коврес в направлении лагеря «Березка». В рамках софинансирования областных средств запланирован ремонт автомобильной дороги улицы Димитрова, проезжая часть общей площадью 3700 квадратных метров. Также по обращениям жителей запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Гоголя. Это устройство тротуара на участке от улицы Маяковского до улицы Герцена. Запланирован ремонт на улице Нижегородской. Там установят две новые автобусные остановки и сделают разворотную площадку для рейсовых автобусов. В настоящее время уже выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги от КПП-3 до поселка Цыгановка. Частичный ремонт проезжей части дороги на КПП-1 от улицы Кульчевая до Дальней Пустынки. Также дорожных специальных предприятий ведутся работы по устранению ненормативных выбоин и ямочному ремонту проезжей части улиц. Фрезерование в рамках контракта по содержанию дорог. Ямочный ремонт уже сделали на улицах Павлика Морозова, Мичурина и Силкина. К октябрю ремонтные работы планируют закончить.